Встретить создателей – такова была цель экипажа корабля Прометей. И встреча стала откровением для ученых, ведь, судя по всему, мы всего лишь ошибка их экспериментов. Такая же, как и другие существа, найденные экипажем Прометея на планете LV-223. Все живые организмы с этой планеты, кроме самих создателей – мутанты. Катализатором их превращения стал химикат, напоминающий черную жижу, созданный инженерами в качестве биологического оружия массового уничтожения. В этом видео я расскажу все, что известно об этом химикате и тварях, которых он порождает. Перед началом хочу посоветовать вам отличную игру World of Warships. Если вы тоже хотите поучаствовать в бодром корабельном топилове и получить преимущество на старте, то переходите по ссылке в описании, регистрируйте новый аккаунт и получите премиальный крейсер Диана и 1 миллион серебра в подарок. До встречи в World of Warships! В начале фильма мы узнаем, что используя этот черный химикат и принеся в жертву одного из своих, инженеры создают жизнь, какой мы ее знаем на нашей планете. До сих пор неясно, хотели ли они, чтобы появились люди, но точно понятно, что позже они решили нас уничтожить. Для чего последний выживший создатель и попытался отправиться на Землю на борту Джиггернаута, в трюме которого находилось огромное количество стеотитовых ампул, содержащих черный химикат. По классификации корпорации Вейланд-Ютани, химикат получил название Агент А03959X.9115. Все данные об этой субстанции, по-видимому, были задокументированы андроидом Дэвидом, одним из двух выживших в миссии Прометея. Заразиться можно при любом контакте с химикатом, будь-то воздушно-капельным путем или при случайном попадании внутрь тела. Первой жертвой этого патогена стал археолог Чарли Хэллоуэй, выступивший в качестве подопытного, когда Дэвид, забравший одну из стеотитовых урн с корабля создателей, подмешал каплю химиката в выпивку Чарли. При попадании в пищевод человека эффекты начинают проявляться уже в течение часа. Начинается сепсис, то есть обширное заражение всего организма. Учащается сердцебиение. На протяжении следующих 9 часов жертва начинает испытывать параноидальное состояние и повышенное сексуальное возбуждение. Через 10-18 часов после заражения у жертвы начинает сбиваться дыхание, появляется головокружение и нарушение двигательных функций. Через 19-36 часов начинают проявляться судороги, обширное внутреннее кровотечение и отказывает дыхательная система. В конечном итоге наступает либо полное разрушение цепочек ДНК жертвы или мутация, превращающая ее в нечто, совсем не похожее на изначально зараженное существо. На это влияет множество факторов, структура ДНК жертвы, ее физическое состояние и т.д. В случае с геологом Шоном Файфилдом произошла именно мутация, в результате которой он стал напоминать ходячего мертвеца, наделенного огромной силой и ловкостью, а также способного противостоять значительным физическим повреждением. Убить его удалось только после множества выстрелов и поливания из огнемета. Но гораздо более жуткая вещь случилась с Элизабет Шо, которая имела интимную связь с только что зараженным Чарли. Так как химикат воздействует на весь организм целиком, видимо и сперма Чарли была к тому моменту уже изменена. Измененная ДНК Чарли была передана половым путем Элизабет, в результате чего та забеременела, но не обычным человеческим ребенком, а зародышем Трилобита, огромного существа, о котором я расскажу в конце видео. Еще одно существо, которое мутировало до неузнаваемости при контакте с Черной Жижей, это Черви, единственные найденные экипажем Прометея местные формы жизни. Инженеры не являются таковыми, так как LV-223 это планета полигон, на которую они очевидно прилетели со своего родного мира. Черный химикат из урн залил часть пола, по которому ползали эти черви, что и привело к изменению их генотипа. Маленькие черви сильно увеличились в размерах, достигая полутора метров в длину. Их сила возросла в сотни или даже тысячи раз, и такой червь способен без труда сломать руку человека. На головах находятся гребни, напоминающие капюшон земных кобр. Между краями капюшона расположен рот. Кровь, по-видимому, очень близка по составу с кровью ксеноморфа XX-121. Она кислотная. При потере части тела эти молотоглавые черви-змеи выбрасывают едкую кислоту, а оторванная или отрезанная часть тела вырастает практически мгновенно. Такая змея атакует жертву с целью залезть внутрь. Неясно, впрочем, откладывает ли она внутри эмбрион, как лицехват, или просто кормится внутренностями жертвы. Элизабет Шо стала носителем трилобита, переходного звена в жизненном цикле диакона, во многом напоминающего ксеноморфа. В утробе Элизабет росла внеземная тварь, по многим параметрам похожая одновременно на лицехвата и грудолома ксеноморфов. Всего за 12 часов он полностью развился, но до того, как он выбрался, Элизабет удалось удалить его с помощью медицинской капсулы, сделав кесарево сечение. Извлеченное существо находилось внутри амниотического мешка и было прикреплено к Элизабет пуповиной. Сразу возникает вопрос, как бы трилобит появился на свет, если бы она не успела вынуть его хирургическим путем. Точно сказать нельзя, да и думать об этом довольно жутко. Существо пережило извлечение из утробы, а также капсульную дезинфекцию и продолжило расти. К моменту своего появления на свет трилобит был размером с кошку, а через несколько часов он был огромен и напоминал гигантского осьминога или кракена. Опять же возникает вопрос, откуда трилобит брал генетический материал, чтобы так вырасти. Это существо по функциям схоже с лицехватом, ведь его целью после возрастления является поиск жертвы для имплантации эмбриона-паразита, из которого позже появится Диакон. Тварь очень похожая на ксеноморфа XX-121, но все же ей не являющаяся. Трилобит гораздо больше лицехвата. Атакует он с помощью четырех гигантских щупалец. Вокруг лица этого создания расположены небольшие отверстия, из которых вырываются еще шесть чупалец поменьше, с помощью которых трилобит фиксирует жертву для введения эмбриона в ее рот с помощью такого же канала, как и у лицехвата. После имплантации трилобит умирает, а из тела жертвы вскоре появляется Диакон, примитивная форма ксеноморфа, которая все же не является ксеноморфом XX-121. Он лишен хвоста и дыхательных трубок. Вместо двух челюстей он обладает одной, но с двумя рядами зубов, как у акулы дымового. Экзоскелет гораздо менее выражен, а поверхность его явно более кожистая и, судя по всему, менее крепкая, чем у ксеноморфа. Кожа у Диакона бледно-голубая. По-видимому, этот вид Чужого просто недоразвитая форма ксеноморфа, который будет создан в фильме «Чужой завет». Ну и главный монстр фильма Прометей – это андроид Дэвид, который, несмотря на человеческий вид, готов пойти на все ради науки. Если вам понравился ролик, то поставьте, пожалуйста, лайк и напишите, о какой фантастической тваре вы хотели бы узнать побольше из следующих видео. Ну и подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Спасибо за просмотр! Не забывайте предохраняться на чужих планетах!